И эти так само. Ты да? Да. О, живусь. Всё супер. Как пыль сразу делается? Да. А куда что-то проложено? На стол вот. Всё, хорошо. как и обещали в предыдущем видео я вам сказал что от самого начала до конца зробим попросим ростама чтобы он нам показал как приготовить люля кебаб по-настоящему что для этого надо какие ингредиенты ну и так дальше и тому подобное короче сейчас все ростам расскажи до моего приезда я смотрю это уже приготовил фарш куриный свинины ну все мясо готово и лучок даже прикручен прекрасно начинаем что мы первоначально делаем все это мы подай пожалуйста летать все в одну посуду и фарш и фарш да 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 весь тут какой масс свиной фарш свиного три килограмма курячу два килограмма но курячей два килограмма гамилки века вырезала кости именно с какой части куриный гамилка нельзя грудинку грудинка тоже сухая гамилка такая более-менее абсолютно верно так мы все это в одну берем потом лучок уже через терку натертую через терку и как сразу вместе соком нельзя туда все старайся выжать сок до сока не должно быть вот выжимаем сок там остается таким образом да все это уже на минус это в стороночку это попозже нужен быть не сейчас так этому сюда поможешь мне возьми ложечку пожалуйста чтобы я не снимал перчатки соль возьми сверху рассыпать полную набери ложки а так вот один слой для начала вот так вот давай давай везде вот так вот отлично все хватит пока пока хватит да будем два три бери ложку это у нас получается смесь перца ложечку смесь ложечку одну давай сверху так тоже свой один один слой прекрасно бери паприку пол ложку давай тоже вот так вот а я до этого времени начну резать нарезать кинзу кинза обязательно нужно кинза дает вкус совершенно иной вкус ничем не различен многие даже не любишь и кинзы люди даже не чувствуют что это кинза до секрет именно люлик это кинза это если у кого аллергия на него могут за место кинзы петрушку петрушку то можем тогда вот берем берем нарезаем а нож и делаем смотри просто прекрасно по чуть-чуть на нарезать и смотреть если мало будет слишком много нельзя и слишком мало перебор тоже можно даже нарезать еще я добавляю еще туда разноцветные перцы сладкие свежие красные зеленые черные есть перцы сладкие я тоже на кубиком мелко-мелко и туда для красоты смотря как надевать на шампур то есть 200 грамм 150 грамм 300 грамм то есть от этого зависит да да можно сделать два килограмма на 25 шампуров на 30 шампуров то есть от грамма зависит сколько я буду налезать отлично еще 100 каши ну что совсем другой она в пучке да не то а когда уже мешается запах специями там со всеми остальными тогда вообще прекрасно сочетается а следующий раз покажем как мы замачиваем шашлык по-правильному я в кинток покинула меня просто там жарим там вообще бомбеза я такой если честно не пробовал шашлыка ну а мы зробим тоже в youtube таки ролик покажем от начала до кинца за шашлык и кто захочет может будет заранее заказывать нам готовый моченный шашлык от рустама вакуумированный в пакете и отправим вам пробуйте такой шашлык вы никогда для этого я шел больше 20 лет для этого уровня все равно опять учусь все равно тоже где-то что-то учусь с разной части нас мясо мясо мякоть с костями каре пистолетики мы все это сюда отдельно мы потом сверху он подсыпать с ручком добавление уже когда готова будет сверху чуть-чуть на лаваш и сверху посыпать с ручком с кинзом это пока мы в сторону ваш винт сюда можно нож прекрасно я сам тоже такой самый пользуюсь на зель если на фарш здорово мякок здоровый кусты нарезаю удобный дружин да а если рустам робот шашлык нарезал на шашлык то вот таким ты его самый был я влюбился в него просто никогда не подводит и прекрасно так что начинаем мешать вот сейчас соль мы посыпали перерастушу сделали да не буду меня сейчас мне нужно воды я когда буду нарезать на шампур сейчас я посмотрю если сухой получается смесь я чуть-чуть даже добавляю воды в него но некоторые не знающие люди но говорят что да я люлик умею крутить они боятся воды вот да да большинство так думает даже среди моих земляков специалистов которые в ресторане шашлычником работает они воды боятся не вмешивать туда я наоборот добавляю воды то есть у меня не выпадает ни шампура нигде ничего он получается еще сочнишь но сейчас я посмотрю какой у нас смесь получилась фарша я уверен что здесь мясо прекрасно ничего не надо добавлять то есть мясо это твое свое домашнее она тут и так сочная и все в меру то есть я не первый раз уже ем с твоего мяса короче все прекрасно здесь я уверен что не надо добавлять воды и рустам кто не знают наших нововодоважки зрители рустам и руслан у меня борются фарши марши соби на хотя бы на лодочке на нашу и на шаурму и на пиццу и все лодочка хачапуре аджарские да и все и пиццу у нас наших местных водовоща идите за укрпочтой ехте голова и там сами попробуйте мне самописно нравятся лодочки вот эти маржарские но они правда дорогенькие ну и просто хотят увидеть ну трое можно наесться дорогенько ты сказал трое можно наесться один маржарский и так же у них там появилась шаурма пицца маленькая не здоровая у нас большие мы делаем тоже на заказ да пи заказ а так чтобы пришли маленькую взяли поели так же кто из наших местных хочет заказать очень часто где у меня получается я или да во время войны открыли как только война началась мы да не только кирпичу не может изумительно просто сыр и маша охота взять откусить просто настолько все прекрасно запах вот видишь какой он как на котлеты похож но никак совсем не как это видишь вот мы размешиваем его до тех пор как вот здесь вот микро микро волосинка мы видим связывающие связывающие да вот допустим курятина с грудины нельзя она не скажу наоборот она как опилка рассыпчатая то есть вот а вот это сейчас уже и проверяем вот биплём оба чуть держится да надо еще мешать на еще мешать хотя я на перчатках перчатка короче он не должен пролипать но я сделаю так чтобы он прилип и держалась если будет здесь у меня в руках держаться так вот знаешь нашим буреника должны не пойдет сейчас добавим перец соль паприка еще и вот сами намешаем фарш вин будет стоять и мы будем готовить мангал чтобы фарш постоя в трубке да да мы его размешаемся полностью как полагается и в холодильник в холодочке не морозильник а в холодильник на полчаса как раз полчаса это нам хватит распарить мангал надо жару на люлик и надо жар чтоб был хороший мы его шум только шампура опять же начал расслаживать допустим у нас 20 шампуров начали от 1 до 20 закончили витами с обратно с 1 в другую сторону сразу моментально и проворачивать вот и жару он быстро готовится то есть он не сушит не сушит тогда надо просто переворачивать да так давай ложку ты что же учись да конечно я специально же превратился бери пол ложки теперь положит рассыпать все в равномерно и чтоб не получилось камошка вы именно только в одну часть чтоб я меньше хватит лучше чуть соли пусть не хватает можно товар чем перестали бери этот ложку целиком ложку давай слой 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 так это мы сейчас еще раз полную все теперь сейчас вот это все высыпешь сюда опять же шашлык не только свиньи со всего с рыбой с курятиной с говядиной с барашкой кто что любит пожалуйста и отца его вымешивать до готовности и ставить холодильник на берем а так потом и стучит обязательно это надо беремся все силы мимо не не получится самое вкусное возле мангала получается когда уже ты готовишь я не могу удержаться я даже полусыр беру отрываю ем вот я тогда наслаждаюсь там а за столом когда привателю прохожу уже садимся ну не хочется уже есть его уже наедаюсь от запаха от всего так пока это готовый ох извини вот так проверять дали патчатка вижу на этот не так перчатках он не должно на сквозь к на сыр ну так все это у нас прекрасно готово можем мы сейчас в этот или в нем или в другом месте дай воды сверху надо с водой пленочку преобразить чтобы как тесто она приходила себе просто берем руку замачиваем и вот так вот выравниваем прекрасно все это готово нет сейчас мы этот я возьму на лаваш который заворачивать будем на лаваш заверну колбаски тоже холодильник поставим я сегодня буду крутить лаваш я хочу тебе показать в лаваше завернутым в шампуре люлики в таком виде и просто без ничего сам сам люлик вот два вида сегодня люди хочу сделать люля каббаб люля чаббаб люля чаббаб люля чаббаб люля чаббаб почему люля есть на этого перевод не хочу сейчас долго рассказывать люля это вот такое длина каббаб это чаббаб ну шашлык шашлык люля вот это вот длина каббаб ну кто как в легче не обязательно чаббаб да все прекрасно да не маш не дадим искать так это для чуму чтоб не лопалась спрямилась хорошо и не пропал сейчас я вам покажу покажу там роба люля чаббаб я их снимаю тикток люля чаббаб от роста завернуты в овощи завернуты в овощи это одно блюдо будет и еще люля чаббаб в другом варианте все будем показывать пока начинаем готовить кто не знает как правильно занесить фарши переходите в youtube стасян водолога и дивиться люля чаббаб от роста пока фарши а так снимается тикток так так это я приготовил колбаска шампур буду надевать не вот так я порежу вот такими кусками вот такими кусками да я надену как мясо на шампур то есть загнутом лаваши он вкусный хрустящий сверху корочка а внутри мягкая этот так все вот еще делать или фарши есть можем делать еще вот так вот еще на 1 лаваш давай сделаем понравится вам обещаю еще один наш давай давай тогда сюда подаем лаваш потом их тоже в холодильник а я стою чуть-чуть так это ничего страшно что порватый ничего абсолютно страшного так берем водички чуть-чуть особенно края где толстый слой их надо намочить чтоб мягче было чтоб было удобно при заворачивании при всем остальном и вообще когда что-то готовишь надо с душой ничего не боясь с душой с любовью приготовить она будет это любая еда любое мясо самое вкусное самое мягкое это самый главный секрет с хорошим настроением подойти к этой еде мне уже звонят кто-то и берем прижимаем чуть-чуть краёчек а потом вот так вот скатаем скатаем летаем обратно и пошли еще раз обратно чтобы а равномерно круглая вот так три раза потом берем лишний где тут у нас фарш и тут отлично готова у нас получится мы можем рассказать одинаково раз два три четыре пять шесть семь восемь шестнадцать кусков получится у нас шестнадцать кусков это получается три шампура вот это звук рулетов это сюда все теперь мы отправляем это остыть холодильник на полчаса это я уже успел нарезать и одевать на шампура это тоже любя кого ну своеобразно вот этим мясом чтобы не дотрагивались нигде ну чтоб красота просто чисто чтоб не пропала и все вот так вот так вот так это убираем достаем наш фарш который охладился уже полчаса красота так водичка у нас есть есть чуть-чуть конечно вокруг себя будет вода копать но это ничего страшного такое главное чтоб шампура были сухие и не теплые не горячие ну оглаженный так вот берем приблизительно сколько мы планируем одевать рам 150 200 300 комочек вот так вот и начинаем опять вот так вот постукивать чуть-чуть чтобы вышел весь кислород с него с фарша чтобы максимально его сжать и рука должна быть чуть-чуть водой намочена чтобы к руке не прилипала ваш и вот так вот и начинаем первый раз попробуем на какой кусок сделать чтобы по шампуре определиться поэтому надо чуть-чуть самый первый раз чуть меньше сделать чем но потом уже после первого можно ориентироваться о копажа да 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 вот так переворачивается то контрольно и готова я думаю такой кусочек нормально да ну да ну да почти по размеру мангала даже меньше чуть-чуть ничего запас еще по шампура было чтобы руки не горели ближе к огню чтобы не было вот эта часть больше должно быть вот допустим у нас мангал и она тут готовится и нормально спокойно работать можно то есть не горит глаза ничего не видит все нормально берем еще одну приблизительно такой самый кусок как первый раз или взять больше попробовать я могу по всякому могу на тонкий даже шампура не обязательно ну конечно для начинающих только вот с такими шампурами надо попробовать только с таким шампуром это идеальный размер для учеников шампур шампура у нас от нашего подписника это подарок мне давно дарил наш подписник спасибо ему не знаю кто это как раз хороший для люля-кебаб динамик опять руку в воду опускаю и не бойтесь что у вас вот некрасиво то или не получится никогда не бойтесь пробуйте первый раз не получится второй раз получится я многих уже научил своих друзей и знакомых у них увидели попробовали первый раз у кого-то получилось у кого-то нет у кого-то четвертый раз получилось сейчас сами себе для своей семьи крутят шашлыки готовят очень вкусно практически как я практически вот пожалуйста красота вкусно будет срочно будет вообще мясо изумительно просто слов нету для нас это из-за чего из-за того что домашний только твое мясо вот честно вот разница кардинально сразу если другое мясо уже меня тоже неохотно работать с этим мясом потом сразу скучаю по твоему мясу к этому мясу даже не надо слишком стараться какую-то замочку делать дополнительные вкусовые эти добавлять не надо заморачивать голову можно даже без всяких препарат без ничего просто соль и мясо и отличный шаши получается с твоим мясо кстати с любого части надо себе буду показать ребра я люблю я люблю это точно вот на этот раз я попробую большую кто-то сейчас конечно мозг а вот неправильно делает вот свиньи нельзя люлики со свиньи нельзя вообще-то гурман который гурман человек любит кушать шашлык жаль но он с любого нас обязан обязан делать с любого нас всего я думаю очень часто с разных мясов готовлю для разнообразия с рыбы с говядиной делаю чисто с баранина свинины мы едим и свинину и все вот и с кукурузой с молодой свежимой за место хлеба кукурузы тоже и даже яйца куриные свежие я делаю на шампура тоже готовлю вот иногда хочется и делаю это если кому-то это интересно будет пусть напишет попробуем сделаем это уже чуть-чуть и влажность чтобы не жирный был и не очень мокрый чтобы не много воды было чтобы мясо было остивше чтобы меньше воды было ну я воды добавляю это когда допустим большая часть говядина у меня с говядиной с передней лопаткой только делается я тогда добавляю еще и воды так 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 и шампурчик от ягвляю они шампурич к few от ягвляю от ягвляю köпεια от ягвляю ну 아무 от ягвляю отô ously Так, где моя палочка, выручалочка, вот она, все нормально, все супер, температура то, что надо, там, сюда, ну что, начинаем, я-ла-ла, поехали. Чтобы это, равновесие не потеряла, процесс пошел, сразу щипеть начал, это о чем говорит, что мясо разумительное, жар должен быть сильным. Так, и того получается, это у нас классический, а это лаваши, чебаб. Ого, жаряк одебелый, да? Температура в норме, и не много, и не мало. Тоже надо. Тоже надо. Торма. Вот, вот эта дыра. Уже начинаем. Ему чуть-чуть температуру дали, передержать нельзя, в одном положении, выпаду. Рано снять нельзя, выпаду. Дали ему чуть-чуть схватиться эту часть, переворачиваю, чтоб мясо не трескалось, а запах шок уже пошел. Да, 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 запах. Ох, пожалуйста. Конечно. То есть вот так вот, если побелело, уже в начальном этапе, как только побелело, нужно переворачивать. Схватилось, чтоб со всех сторон, а потом уже равномерно обжаривать. Видишь? Уже влага начинает выходить, сок вот это все проигается, и она пожарится, все красное. Лаваш будет хрустяший такой. Аж есть ты уже хочется. Сейчас будем пробовать. Не даем, чтоб сок вытекло, с разных сторон мы его жарим. Равномерно, чтоб мясо осталось сочным, вкусным, чтоб не вытекло. Вот, видишь? Равномерно, и цвет везде одинаковый. Меняй давай. Не, ну. Все, готово уже. Все готово, да. У нас не прошло 7 минут, как поставили. Заметил? Угу. Вот. Все зависит от угля, от температуры, и все. И тем более это фарш, ну... Вот, смотри, сок течет прям, немножко капает. Вот, все, уже пора снимать. Нельзя сушить мясо. Пора снимать. Я ничего не добавлял, красного перца слишком много, чтобы цвет не покрасный. Угу. А он, люлик и цвет, вот таким должен быть, чуть-чуть желтоватый и красноватый. То есть, не должно быть вот так вот, как в этом, как сучит. Вот. Потому что это свинейный. У него красный, красный. Вот. Вот это уже мы передерживаем, сушим. Угу. Как вода выходит. Ага. Сочно. Да. Вот. Смотри. И готовый донер. О, пожалуйста. Что, остальные там будем снимать? Да, да. Я все уже. На шампурах возьму. Вот так вот. Разошлишь. Сколько это будет? Это я буду делать турецкий донер. Ага. Потом, допустим, взяли этот шампун. Да? Здесь многовато будет, конечно. О, да? Ага. Специально, но ради заготовленного. Вот, видишь, нарезанные огурцы, источку, помидоры и кезал. Вот. Берем. Чуть-чуть. Зелень рядом. Помидоры. Все натурально. Никаких консервированных томатов. Нигде ничего. Вот. Вот так. В сторону ложим. Берем. Берем. Вот. Видишь, тоника нарезана своим ножом. Как красиво все порезают. Это тоже. Вот так вот. Все достаточно. И замучиваем ловчика. Маринованного. Маринованного. Вот так. И делаем. И берем. Берем вот это вот. Маленькие саймейки, да? Нет. Вот готово. Все. И берешь, ешь. Дону. И вот пробуем. Бон аппетит. Пробуем, друзья. Первый. Ну. Первый официальный. Испробный вариант. Получается сочный. Мягкий. И очень вкусный. И очень вкусный. Вспомни. А это как? Дону. Вот внутри как выглядит. Шаурма отдыхает. Любая. Настоящая шаурма ждет. Солмана. Попробуй вот с ручком. Вот держишь. Маринованный. Ага. Попробуй. Обязательно. Так что, друзьяки, сняли видео, как обещали вам. Ну. Короче. Все. Дуже вкусное. А вот это вообще бомбезно, да? Вот это вот. Да? Да. Два штучки. Дальше камера напередает. Да. Так. Так. Все. Ммм. Еще лучше получает. Хрустяшее, да? Угу. Вот мы его. Сок маленький. Сейчас сниму. Сок. Всем спасибо. Будем есть. Всем. Все самое лучшее. Приятного аппетита. Хвосты вверх. Все вверх. Пишите свои комментарии. Будем работать такие видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.